Плох тот солдат, кто не мечтает быть генералом. Я думаю, что каждый из вас, кто занимается сейчас спортом, наверное, хочет в конце концов попасть в сборную команду России. Мастер спорта международного класса, заслуженный тренер России Владимир Любовицкий уверен, спортсменам нужно родиться. Это такое же призвание, как музыкант, художник или артист. Начинал с плавания, потом увлекся легкоатлетикой. На соревнованиях его заметил тренер по бобслею и предложил попробовать себя в новом виде спорта. Я говорю, ну а что это за вид спорта такой бобсле? Ну это вот новый вид спорта, зимний, у нас уже призер Олимпийских игр есть. От тебя ничего не надо, надо просто попробовать. И Владимир Любовицкий попробовал. Теперь в его копилке серебряные и бронзовые награды национальных и мировых соревнований. Ну рекорд мы показали, самый быстрый на сегодняшний день трасса в Ванкувере в Канаде. Четверка шла 154. 154 километра вот по такому ледяному желобу катится этот боб. Воспитанники секции по футболу и баскетболу увлеченно слушают биографию знаменитого спортсмена, чтобы потом перейти к главному – разминке под его руководством. Тренер не остался в стороне и два круга в спокойном темпе пробежал вместе с воспитанниками. Сразу после – комплекс упражнений. Сегодня постарался дать какие-то общепризнанные моменты в разминке, которые в принципе используются для многих видов спорта в той или иной степени связанной с бегом. Директор Ершовского КСДЦ Геннадий Горьковый признается, для сельского Дома культуры это событие значимое. Впрочем, звезды спорта бывали здесь и раньше. Мы используем любую возможность для того, чтобы привить детям любовь к спорту и любовь к здоровому образу жизни. Вот одним из таких вариантов есть встреча со звездой. В этом зале проходил у нас мастер-класс с Джеффом Монсоном. В этом зале у нас проходили встречи со звездами баскетбола. Я, естественно, не мог пройти мимо мастера спорта международного класса Любовицкого. Владимир Любовицкий умеет увлечь детей спортом. Число воспитанников школы, которую он руководит, за три года выросло с 360 до 500. В Ершово, впрочем, как и в Звенигороде, созданы все условия, чтобы вести активный образ жизни. Как на профессиональном, так и на любительском уровне. Евгения Августина, Татьяна Верниковская, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова».